Всем привет, дорогие друзья! Мы летим в Анкару вместе с Еленой и Полиной, которые представляют общество Эдурус. Про общество Эдурус я вам расскажу чуть-чуть попозже, обязательно сниму видео. А сейчас мы летим на конференцию. Полина, прочитай полное название конкуренции. Конференция у нас культурно-гуманитарное сотрудничество «Россия-Турция-Диалог». Да, и в этой конференции принимают участие представители из Алании, Анталии, Банисы, Стамбул, Россия, Болгария. В общем, очень интересное международное... Россотрудничество. Интересная международная конференция. По программе я вам расскажу чуть похоже, а сейчас мы уже подлетаем к Анкаре. Поехали в отель. Находимся мы в районе Чанкая. Сейчас я вам покажу нашу комнату. Остановилась я в отеле городского типа. Он недорогой, но очень-очень уютный и чистый, что самое главное. Сейчас покажу вам свою комнату. Комната небольшая, но очень чистая, уютная. Конечно же, на входе у нас туалет, душ. Здесь есть и полотенце и все принадлежности, которые нужны. Зеркало. Заплатила я за этот отель 360 лир за два дня. И в стоимость включен завтрак. Ну и здесь находится кровать, есть чай, кофе, ну и стол, холодильник и телевизор. В общем, самый обычный простой отель. И персонал здесь очень был приветливый. Называется Кинг. Сейчас мы идем опять на заседание нашей конференции. И после этого, до того, как я поеду в Стамбул, я не возвращаюсь обратно в Аланию, поеду в Стамбул, а поеду я на поезде. И после конференции будет немножко времени прогуляться по Анкаре. Ну и что, дорогие друзья, сейчас время час дня. Я немножко по делу кое-какие дела. И сейчас мы с вами отправляемся в мавзолей Ататюрка и в прекрасный парк, в котором он расположен. Я попробую доехать до туда на общественном транспорте. До центральной площади Анкары Козылай-Мейдана идет автобус. И дальше оттуда я попробую дойти пешком. В общем, приглашаю вас вместе со мной по Анкаре. Кстати, мы с вами, мы с вами еще не гуляли. Я доехала до мавзолея на такси, потому что мавзолей закрывается в 4.30 в это время года. И я доехала на такси от примерно 5 километров. Стоило мне это 20 лирж. Мы в прошлый раз, когда приезжали в Анкару с Айханом, я вам полностью показывала интерьер, музей, самого мавзолея. В общем, все, что здесь находится. Поэтому это видео смотрите по ссылке в описании. А сегодня мы с вами просто прогуляемся и насладимся вот этой вот прекрасной атмосферой. Атмосферой. Минетитик фаркан, Снануз Бüyükщер Belediye Başkanı, Адайы, Экрам Имамоулу, Акаре'ya geldi. Цепь лидер, Кемаль Калишдароу'лый лак, посещать. Когда он познавалитий, он снимал, он пытался иметь, альбомоурсалетдин, кемальчик, проверил отец. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ДИАЛОГ КУЛЬТУР НЕ ВСЕМ 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 ФОРУМ ДИАЛОГ КУЛЬТУР Мы на верхней части отеля КИНГ А я сейчас двигаюсь вверх на крышу ВСЕ ОТЛИЧНО ВСЕО Опять? Ну нет, лезьте, лезьте, лезьте. Я успею. Так, охота кто-то сделал. Все, отдали отнять здесь. Все. До свидания! Как только что стояли, давайте вы... Не, не, Александр Николаевич, поближе. Ближе, 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 ближе. Не, 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 скучно. Ближе, ближе, ближе. Вот так вот весело у нас проходит утро после второго дня форума. Сейчас мы идем на заседание. Позже я вас познакомлю со всеми участниками нашего форума. Здравствуйте, меня зовут Марина Сорокина. Я возглавляю Русское общество Анталии, а также Корадиционный совет Организации российских соотечественников Турции. Здравствуйте, меня зовут Юлия. Я представляю Московский дом соотечественника. В правительстве Москвы работаю юристом. Представляю интересы на этом замечательном форуме. Все прошло очень замечательно и плодотворно. Спасибо. Меня зовут Полина. Также участвую в этом форуме. Все прошло очень хорошо. Спасибо большое. Культура, история, Россия. Доброе утро. Меня зовут Елена Челик. Я представляю Межкультурную Ассоциацию Личностного Роста ЭДОРОС. Вопросы, связанные с политикой внешней и внутренней, с целеполаганием, видением будущего в России и так далее. Но вот Антон, он больше специализируется по космосу в последнее время, занимается в основном популяризацией космонавтики, что сейчас немаловажно, учитывая скорую дату 12 апреля, день полета первого человека в космос. Я думаю, что к нам сегодня присоединиться часам к 12 подойдет наш местный сторонник полетов в космос. Я думаю, что они найдут общий язык. Дмитрий специализируется в основном по истории, насколько я понимаю, России. Андрей специализируется по всем вопросам, короче говоря. Наверное, начнем больше с русского языка, как инструмента в целом, и политики России, и ее влияния во всем мире. Закончим. Я думаю, что каждый про свою специальность немножко расскажет. Мне хотелось бы, чтобы это было какое-то живое общение, поэтому задавайте любые вопросы. Давайте попробуем сделать это в форме диалога. Здравствуйте, меня зовут Вера Алкаш, я руководитель молодежного направления в Русском обществе. Форум очень понравился, и обучающие тренинги, и конференции очень полезны были доклады. Неформальное общение, в котором родилось очень много новых проектов, которые с удовольствием будем реализовывать, и возможность получить ответы на свои вопросы от депутата Государственной Думы, от нашего посольства. То есть прямое общение – это очень большой вопрос. Здравствуйте, меня зовут Бабаев Александр, я председатель культурно-пластического общества столицы, город Анталия. Далее впечатление о первом форуме следующее – это то, что, насколько была построена программа, говорит о том, что это, наверное, уже не первый форум, то есть как он организован, как наполнена программа. Подобного рода формат должен иметь возможность существовать и дальше, потому что выстраивается работа, все общаются, и действительно идет консолидация молодежи, она определяет для себя новые направления, видит новые цели, и подобного рода мероприятия должны иметь очень долгую историю, я думаю, что на территории города Анкара. Меня зовут Лариса Луткова-Тюркан, я являюсь председателем Ассоциации русской культуры, которая находится в городе Анкара. Мы работаем, зарегистрированы с 2004 года, это самая первая русскоязычная ассоциация в Турции. С 2007 года мы являемся членом Координационного совета российских соотечественников в Турции. Конечно же, за эти годы было проведено множество мероприятий различных, масленицы, новые года, семинары по русскому языку, семинары по повышению квалификации преподавателей русского языка. Также с прошлого года, даже не с прошлого, первый наш молодежный форум был проведен нами два года назад, форум продвижения, он был в Анкаре, потом мы передали эстафетную палочку, этот форум был проведен в Анталии, в этом году мы планируем проводить этот форум в Истамбуле. В прошлом году мы провели молодежный форум вахта памяти, бессмертный Ленинград, он прошел здесь у нас в Анкаре. И вот сейчас мы проводим форум «Россия-Турция. Диалог культур». Это также молодежный форум. И я хотела бы сказать посредством такого обращения большую благодарность высказать фонду «Русский мир», в первую очередь, который поддерживает наше начинание, а также, конечно же, посольство Российской Федерации в Турции и представительство Россотрудничества. Благодаря всем этим организациям у нас есть возможность проводить такие мероприятия. И, конечно же, эти мероприятия играют огромную роль по продвижению русского языка и русской культуры здесь в Турции. И также по консолидации соотечественников здесь в Турции и по урегулированию отношений между Россией и Турцией. Я считаю, что мы соотечественники являемся своеобразным мостом между нашими двумя культурами. И я желаю, чтобы форум имел продолжение, и буду рада видеть всех соотечественников у нас здесь в Анкаре или в другом любом городе Турции. Спасибо. Друзья, хочу сказать, что благодаря Ларисе я приехала на этот форум. И хочу добавить то, что если вы... Многие смотрят из-за границы, те, кто приезжают на отпуск в Турцию, но многие из вас также проживают в Турции, тот, кто смотрит мои влоги. Поэтому в Турции идет очень активная работа с соотечественниками. Если вы думаете, что вы не попадаете на какие-то мероприятия, или вам кажется, что проходит мало мероприятий, просто что мы можем посоветовать? Интересоваться больше, да? Ну, у нас есть страничка в Фейсбуке, которая так и называется Ассоциация русской культуры. У нас есть аккаунт в Инстаграме, точно так же называется Русскультура Дернеи, Ассоциация русской культуры. Пожалуйста, подписывайтесь. Анонсы всех мероприятий обязательно есть в наших соцсетях. Поэтому в описании к видео я оставлю все ссылки. Подписывайтесь и становитесь более активными соотечественниками, которые проживают в Турции. Вместе мы сила! Спасибо большое, Лариса. Спасибо. Меня зовут Кристина, я приехала из города Стамбула. Не представляю никакую организацию. Первый раз принимаю участие в таком родном молодежном форуме. Выступала с темой о том, какую Турцию показать российским туристам, другую Турцию, за исключением отдыха в отеле All Inclusive. И так же рассматривали проблемы, которые стоят перед турками, которые хотят посетить Россию. В общем-то, основной своей целью, считаю, рассказывать соотечественникам, что Турция может быть другой, разной, интересной. И масса мест для посещения существует. И как-то вот эту тему продвигать. Здравствуйте. Я Левтина из Болгарии. Я представляю Федерацию соотечественников, поточнее ее молодежную организацию. Наша организация действует на территории Болгарии. И это организация, которая собирает молодых людей, детей смешанных браков, соотечественников, много приезжих молодых людей. И также просто приверженцев русской культуры. Данный форум для меня очень интересен, потому что, зная все проблемы нашей местной диаспоры, мне было очень интересно посмотреть, что волнует, и с чем сталкиваются наши представители нашей диаспоры в Турции. Я думаю, что из моего посещения родятся новые проекты, и я надеюсь, что они реализуются в будущем. Добрый день. Меня зовут Екатерина Уазбилиевна из города Стамбул, представитель Российской молодежной ассоциации. Наша ассоциация активно участвует в проводимых в НКР форумах, не только в НКР. Следующий форум будет в городе Стамбул. Хотелось бы отметить, что, как всегда, форум прошел на высшем уровне. Очень было приятно выслушать всех представителей разных организаций. Мы выступали с докладом «Гоммунитарное сотрудничество Мир России и Турции в сфере образования». Еще раз большое спасибо всем участникам форума. Александр Анатольевич Сотниченко, первый секретарь посольства. Молодежный форум, я считаю, прошел на отлично. Обсуждены были важнейшие вопросы консолидации организаций соотечественников в Турции, взаимодействия по молодежной линии, общение между молодыми представителями российских соотечественников из разных городов Турции было организовано. Обсудили, как нам продолжать жить дальше, как сотрудничать с молодежными организациями в России. Я думаю, что такой первый опыт будет продолжаться и будет в следующем году проводиться тоже. Добрый день, меня зовут Эйфи Аузель, я общаговарящий адвокат. Уже на протяжении 8 лет занимаюсь адвокатской деятельностью в Турции. Помогаю всем нашим соотечественникам и высшим, ихоцентам, и странам, и СНГ во всех политических вопросах. На базе ассоциации, которая существует у нас, с кабинет юридической и юридической помощи нашим соотечественникам, кабинет веду я. Вы можете обращаться ко мне с вопросами, которые вас интересуют. В описании к видео можете найти мои контакты. Добрый день, меня зовут Зинуров Реха Идарович, я представляю Государственную Думу сейчас на форуме. Я депутат Государственной Думы от Комитета по делам СНГ и евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Данный форум, как и все форумы, наверное, соотечественники, насыщен проблемами, которые интересуют соотечественников. И на этом форуме много проблем было озвучено. В резолюции данного форума, как по концу я видел, порядка 21 вопроса были заключены в резолюции этого форума. В конечном итоге эта резолюция поступит, наверное, во все наши ведомства российские с предложениями о том, чтобы наши соотечественники были нужны России, и России нужна соотечественникам. Друзья, вот так вот проходят последние минуты работы на форуме. И буквально через полчаса мы отправимся на трансфере, кто поедет в аэропорт, а я поеду на железнодорожный вокзал. К сожалению, по Анкаре мне прогуляться не удалось, потому что работа немножко затянулась. Но мы это сделаем с вами в следующий раз, потому что теперь у нас есть повод вернуться в Анкару еще раз. И в следующем видео вы уже увидите, как я еду из Анкары в Стамбул, ехать мне 4 часа. И, конечно же, в Стамбул приедет Айхан, и мы с вами уже, я там уже сниму полноценное видео о Стамбуле, ну, в общем, о том, что мы будем там делать. Ну что, дорогие друзья, я уже на железнодорожном вокзале в Анкаре. До поезда осталось 2 часа. И я с вами прощаюсь в этом видео. Мою дорогу в Стамбул я вам покажу в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok